Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи и сегодня, как обычно, кратко и по делу. Давайте с вами разберем, каких движений нам стоит ожидать от криптоактивов и какие действия можно предпринять на таком рынке. Сегодня я постараюсь дать вам прогноз на краткосрочную и среднесрочную ситуацию по биткоину и по эфиру. Начнем с биткоина, рассмотрим, справедливо ли я обозначил в прошлом выпуске краткосрочную ситуацию, ну и, соответственно, посмотрим, что там по среднесроку. Прошлый выпуск был 9 числа, я обозначал, что нас с вами могут поднять, но совсем незначительно, обозначал уровень 4000 и с этого уровня мы с вами ушли на коррекцию. Этот график из прошлого выпуска, как раз я там показал краткосрочную ситуацию, на данный момент краткосрочный прогноз у нас с вами отработал. Рассматривая ситуацию на 4-х часовом графике, но локально мы с вами можем видеть то, что у нас был одной свечой тест уровня 3800 долларов. Этот уровень, в принципе, в глобальном плане является довольно неплохой поддержкой. И учитывая то, что сейчас довольно слабый объем и в среднесрочной перспективе, я ожидаю актив к уровню 3750-3800. Рассматривая данный уровень глобально, учитывая предыдущие поддержки, предыдущие сопротивления, здесь можно сделать следующий вывод, что после того, как мы пойдем к этому уровню, у нас будет временная консолидация на нем. Да и, в принципе, совсем глобальная ситуация на дневных таймфреймах показывает нам то, что сильных поддержек до уровня 3750 у нас с вами нет. И здесь вы меня можете спросить, ну а почему не выше? Довольно просто. Сейчас мы, во-первых, находимся у довольно серьезного сопротивления глобального. Это уровень 4000 долларов. У нас с вами довольно низкие объемы торгов и, действительно, сейчас у нас довольно хреновый новостной фон. И те, кто со мной не согласны по поводу новостного фона, я хотел бы здесь обратить внимание на одном моменте. Если рассматривать новости технического характера, да и, в принципе, новости, которые более глубокие в теме криптовалют, то да, действительно, фон новостной довольно положительный. Но мы с вами не должны забывать простого обывателя, которому сейчас, на самом деле, со всех сторон срут в уши и говорят то, что криптовалюта – это полное фуфло, промывают мозги то, что все дело будет под запретом, ну и так далее. Новостную составляющую мы с вами немножко попозже затронем, но для массового потребителя новости сейчас на рынке довольно негативные. И, учитывая эти факторы, мы краткосрочно с вами можем выделить торговый канал на уровне 3750-4000 долларов. Думаю, на таких объемах плюс на показаниях трендовых инструментов мы с вами какое-то время поболтаемся в этом уровне. Если рассматривать ситуацию более среднесрочно, я здесь ожидаю поход к нижней границе канала, консолидацию и, ну, лично я думаю, что в средний срок мы будем пробивать ее, как я обозначал в предыдущих выпусках, к уровню 3600-3650. Теперь хотел бы затронуть ситуацию по эфириуму, соответственно, разберемся также в краткосрок, в средний срок, какого уровня нам с вами ожидать. А также хотел бы рассмотреть, как промывается знание массы в криптовалютной сфере и обсудить тот момент, что дно уже пройдено. Но вначале я хотел бы рассказать вам и даже порекомендовать довольно неплохой проект. Друзья, хочу представить вашему вниманию очень достойный криптовалютный терминал для трейдинга на криптовалютных биржах Iceberg.one. И поверьте, данный проект заслуживает вашего внимания. Данная платформа включает в себя 6 криптовалютных бирж, а именно Binance, Bitfinex, Bittrex, Poloniex, Kraken, Huobi, расширенный торговый функционал, визуализация ордеров, стопы, тейк-профиты, лимитные ордера одновременно и без заморозки средств. На платформе есть расчет возможных потерь и прибыли в долларах, процентах от депозита, криптовалюте и еще на стадии выставления ордера. Можно настроить глубину стаканов. В данном терминале действительно учтено немалое количество приятных мелочей, которые делают трейдинг более комфортным. Все активы собраны в одну удобную таблицу. Вы можете увидеть начальный и текущий баланс по каждой монете, среднюю цену закупа актива и его текущую цену, профит или убыток. Также, если вы не уверены в своих силах или просто хотите попробовать, как работает данный проект, есть демо счет. Ссылку на данный проект вы можете найти в описании под видео, а мы с вами продолжаем. Так, рекламное время у проекта закончилось. Теперь отвечу на некоторые комментарии, которые, вероятнее всего, сейчас возникнут. Да, проект очень классный. Мне он очень нравится. Жалко, нету моей биржи. Проект проработан до мелочей. Видно то, что этим проектом занимались люди, которые шарят. Поэтому, если вы торгуете на каких-то других биржах, я бы на вашем месте попробовал довольно неплохой проект. По ситуации с эфиром, несмотря на то, что мы сейчас находимся на уровне 135 долларов, он у нас активно тестирует сопротивление 139-140 долларов. Но также здесь очень сильно затухают объемы. Если рассматривать ситуацию краткосрочно, сказать, что вот прямо-прямо сейчас мы пойдем вниз к уровню 120 долларов, пока что рано говорить об этом. Если рассматривать ситуацию среднесрочно, то у нас явно выраженный уровень 125 долларов. Но это не цель для закупа. Это уровень, на который мы с вами должны будем прийти. Цель для закупа я обозначал в предыдущих выпусках. Это уровень 114-118 долларов плюс-минус. 117 я лично для себя как цель для закупа выставил. Рассматривая эфириум совсем краткосрочно, мы с вами должны будем немножечко подрасти. По крайней мере, на это указывают трендовые индикаторы. Думаю, этот рост будет до уровня в диапазоне 137-138,5 долларов. Навряд ли выше. Дальше в краткосрочной ситуации я думаю, мы будем уходить на коррекцию. Теперь я хотел бы обсудить новостной фон, как им сейчас активно манипулируют. Действительно, если рассматривать новостной фон с технической точки зрения, то все очень круто. И Бакт, и Фиделити, и куча-куча проектов. И по эфиру уже определили, сколько будут стоить маяки на Proof of Stake. Да, кстати, если кто не в курсе, 32 эфира это вообще классно. Потому что изначально было 1000 эфиров, а сейчас 32 эфира. Ну, блин, можно даже несколько взять. Но здесь я хотел бы обратить внимание, что раньше в новостях отрубили про каждый пук. Про Бакт, Фиделити, плюс, классно, отлично, все зашибись. А сейчас, роя новости, я начинаю наблюдать какой-то ширпотреб для масс, что вот на РБК, РБК, ребят, РБК, Росбизнес Консалтинг, курс биткоина рухнул, пострадали миллионы людей. Курс биткоина рухнул из-за какой-то пирамиды, о которой, ну реально, не знаю, то есть какую-то фигню цепляют. И здесь надо понимать то, что это довольно сильная манипуляция с той стороны, что биткоин, пирамида, это все так связано, МММ, нас всех обманут. И мне кажется, такой новостной фон, он действительно специально формируется. Ну смотрите, биткоин за сутки потерял 2%, аж целых 2% криптовалюты панически слабеют. 2% панически. Мне интересно, если он просядет на 20, как они будут писать. Все, самоубийство у криптовалют, курс биткоина рухнул. Я хочу обратить внимание, 2% из-за криптовалютной пирамиды. Все чаще в СМИ мы встречаемся с тем, что биткоин это не актив, не дайте себя обмануть. Бестченч заблокировали. А раньше же любой обыватель менял деньги на бестченч, самый такой доверенный криптообменник заблокировали. Обратите внимание, что о биткоине уже так часто не говорят. А если, например, вы занимаетесь криптовалютой, ну мы же прекрасно понимаем друг друга, те вот, кто именно занимается криптовалютой. Ты начинаешь рассказывать какому-нибудь знакомому, либо еще кому-то о том, что ты занимаешься криптовалютой, и те начинают какие-то вообще жесткие темы заговорить, что ой, да биткоин надо было продавать еще в 2017 году. Ой, да биткоин это пирамида. Ой, да сейчас он вообще 3000 долларов стоит. Сейчас кто же его будет покупать? Правильно, его будут покупать те, кто понимают, что сейчас он стоит 3000 долларов. И есть такое понятие, как волновые движения. История имеет свойство повторяться. Здесь нам отвечает то, что мы больные криптоэнтузиасты. Ну что ж тут поделаешь? Наверное, так оно и есть. Но все равно обратите внимание, как в новостном фоне начинают закапывать криптовалюты. Как правило, такие моменты, это как раз моменты отчаяния, когда даже трейдеры с остальными яйцами начинают думать, да ну нафиг. Именно в этот момент оказывается то, что дно уже пройдено, крупняк добился того, чего хотел, начинает входить по полной, разгонять волну. А люди уже начинают пытаться догонять, это еще сильнее ускоряет данное движение. Здесь я хотел бы два момента обозначить. Во-первых, первое, это мораль. Ребят, даже если торгуете криптовалютой, всегда оставляйте часть. То есть, часть, чтобы в крипте была. На случай, если вдруг придет крупняку, что пора гнать крипту по максималке, вот пусть половина у вас будет в фиате, половина в криптовалюте. По крайней мере, я так делаю. И второй момент, пытайтесь лучше фильтровать новости. Берете любой сервис новостной, где показывается цена актива и какие новости запланированы. И смотрите прошлый, позапрошлый год. И тут начинаете понимать, на какого плана новости криптовалюты реагируют, а на какие вообще им по боку. Делитесь своими мыслями в комментариях по поводу того, что я сейчас сказал. Как обычно, если видео зашло, поддерживайте лайками. Ну, а если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Работаем.